Привет, дорогие друзья! С утра было весело, к вечеру стало еще веселее, можно так сказать. Вы продолжаете слать мне фальсификации, вернее видео с тем, что вы считаете фальсификациями. Опять-таки, я думаю, что к ночи начнется самое-самое мясо. Но, в принципе, фаворит абсолютно определен и колоссальный отрыв, но, вроде бы как, говорят, что это еще ничего не значит. Что я имею в виду, я скажу в конце. Для начала, вот такое, вы видели когда-нибудь? А из Нікопольского района появились у мережи такие фотокартки, где бюлетни зберегают у великой кастрюли заместь сейфа. И эту кастрюлю ставят опечатанную до холодильника. Вот так, думаю, там с бюлетнями, мабуть, точно все нормально, если и опечатано, и еще и в холодильник поставили. Вот такие вот... Как тебе? Опечатанная кастрюля хранится в холодильнике. Ну и ладно, так сразу бы на огонь поставили ее, в печку поставили бы эти. Они бы там сварили, сварились голоса, можно сказать. Вот из того, что присылают. Здесь умерший человек, и вообще, ну, многие заявляют, что такого никогда не было. Столько, типа, погрешностей в списках не было. Вот этот реестр, скажите, мы сейчас не можем... Отметьте, пожалуйста, будьте добры. Я это говорю каждый год. Каждый год человек выписан. Вы каждый раз пишите, и каждый раз это делаете. Как не пишите? Это не есть, что человек умер. Почему вы все время вносите его в реестр? Реестр это все внесено. Это пишет в реестр. По часам внесено. Почему сейчас есть человек? Почему в реестр пишет? Вы сейчас еще раз пишите. Умерший человек здесь присутствует. Я хочу, чтобы... Катенон Константин Владимирович. Нет, я сейчас смесь, и мы все же можно запишите. Идите в Минцию. А почему человек выписан 7 лет по этому адресу? Нет, вы взяли никаких девочек еще нет. Здесь парня напротив, нету. Причем он проверял себя в госреестре, он есть. Пришел, нету. Так, еще раз. Если у меня написано в государственном реестре, да? Давайте сейчас под камеру. Я ничего под камеру вам говорю. Почему? Вы сейчас являетесь в публичную особую. Должны мне говорить. Молодой, а что хочешь? Почему у меня в реестре указано место голосования здесь, а меня в списках нет? И вы меня посылаете в другой избирательный участок. Подождите, молодой человек, а почему вы не проверили себя? Я проверил себя в списках, поэтому я и говорю, что я должен голосовать здесь. Ну, так вы в списках себя нашли. В списках меня нет на сайте государственного единственного государственного рейса разбирателя. Я хочу сказать, что вы не первый такой. Нужно было прийти, это претензия. Куда мне должен прийти? А прийти я вчера пришла, никого нет здесь. Абсолютно. В 4 часа. 15 минут. Свидетель, милиционер. Никого не было, абсолютно. Ну, так а почему вы не звонили в опрещенную комиссию? А зачем должна звонить? Я, слава богу, у меня все нормально, но вообще никогда такого не было в этой комиссии, как в этом году. Люди должны идти в одном направлении. Что вы тут устроили? Я вам хочу сказать, что нет нужного количества членов ГВК. Устроили членов ГВК, что никогда такого не было в этой комиссии. Хорошо, может, членов ГВК не было? Следующий. Та же практически ситуация. Ну, по-моему, мы сейчас спросили. Понятно. Меня вообще, ну, то есть, этой квартиры не существует в этом доме. Ну, вот вы же сами говорите, что у вас, какая, 96 и какая, вот это, я не пойму, ну-ка, 98 и 100, и 100, да, то есть, моей квартиры нет в доме. Я понял. Да дело в том, что если у вас нет списка, вы не имеете права голосовать. А мне насрать, я буду голосовать. Понимаете? Нет, мы строго послужим. Ну, так сейчас я полицию позову, будем фиксировать. Где у нас? Где независимые? Независимые наблюдатели, подойдите, у меня тут ситуация. Подойдите, пожалуйста, кто там? Наблюдатели, подойдите, пожалуйста, алло. Алло, независимые наблюдатели, подойдите, пожалуйста, у меня вопрос. Весьма странно, опечатанные урны для голосования, тоже массово, вы присылаете такого рода видео. Я выбираю, ну, именно то, что значимое, как я считаю, значимое, потому что очень много видео, друзья, я крайне признателен, но это все-таки не то, знаете, это не фальсификации. Там, если, к примеру, открыты окна, на которых написано «не открывать», да, на предвыборном, на участке избирательном. Ну, всякое, знаете, бывает. Подержат клей, приклеили скотчем. Вы, извините, вы откуда? Вы откуда? Из Измаила. Из Измаила? Да. Очень интересно. Вы здесь у нас голосуете? А вы кто? Вы здесь у нас голосуете? Да. Покажите ваше приглашение. Тут скотчем заклеенные были. Касательно дня тишины, дня выборов и так далее, потому что всем сказали снимать борды, снимать агитацию. Вы видели по Порошенковским каналам, разгоняли, как типа за Зеленского там стояли представители, у них было зеленое, да. И все зеленое, это же зеленый цвет, при этом сами же журналисты, ну, журналисты будем их называть так, прямого канала, которые начали по поводу этого визжать, да, они все с элементами бордового цвета, как в предвыборной Порошенко. Они уже не скрывают, то есть уже в открытую, мы ведем трансляцию из штаба Петра Порошенко и так далее, они не скрывают уже, что они канал Порошенко, ну, и это и хорошо, как говорится. Вот, смотрите, день голосования. Областная детская больница. Это ответ на Зеленского, на бейджик, прям мне понравилось. Вот, 31 марта. Вот вам, вот Думай, вот дальше Думай, Лисичанск, квартал Восточный, вот новый рынок. И такое везде, такое везде, такое видео, видео и фото присылают отовсюду. Итак, что мы имеем на сегодняшний момент, на нынешний момент, да, мы имеем Зеленского, который проходит во второй тур, и, скорее всего, Порошенко, которому удается проскользнуть во второй тур. Если бы во второй тур прошла Тимошенко, все очень сильно изменилось бы. Конечно, весь расклад изменился бы, но для того и нужен этот админресурс, для того, чтобы натянуть пару решающих процентов. Но здесь Порошенко спасла, и спасла от невыхода во второй тур, вот именно пара процентов. Во всяком случае, сейчас, пока мы это видим, была надежда на села, где есть электорат Юли, и где, куда не доходит социология. То есть, какие-то там, такие отдаленные, отдаленные места. Вот, эта надежда до сих пор еще остается, на самом деле, потому что там был процент, ну, экзитполы, которые проводили штабы, там они давали где-то процент. Экзитпол, который показывает прямой канал, канал Порошенко, дает 3%, 3% это уже более серьезно, но все еще может быть. Если не может быть. И если проходит во второй тур кусок Алексеевич Гамна, будем называть его так. Так, вот, тогда у нас проблемы. То есть, у нас проблемы в чем? Надо объединить, конечно же, электорат. И объединить, забыть все склоки, разночтения, забыть критику человека, который будет против Порошенко, а таким человеком будет являться, конечно же, Зеленский. Забыть все, забыть, кто там стоит рядом с ним, кто там стоит за ним, кто впереди него стоит. Это все нахрен надо забыть. Надо забыть мои видео с критикой, потому что к этому мы вернемся потом. Сейчас самое главное будет, чтобы не было человека, который превратил страну в свою вотчину и стал диктатором. Мне сегодня сказал парень, говорит, он приехал когда на участок, вот он выглядел как диктатор. Он говорит, приезжает диктатор. Все, он уже полностью сформированный диктатор, который к тому же выгоден там Западу, да. Многие говорили, что как Запад скажет, так и будет. Не будет так, как скажет кто-либо. Будет так, как скажут украинцы. Во втором туре, если он проскакивает, он скорее всего проскакивает. Надо мобилизоваться. Ну и плюс сейчас надо защитить еще этот выбор. Надо защитить выбор и не дать ему возможности даже здесь сфальсифицировать для того, чтобы надуть себя. Я сейчас слышу пара хоботов, которые рассказывают, что у Ющенко было 3%, у того еще сколько-то там было, все такое. А вот у Порошенко так много процентов и так далее. Такой грязной кампании не проводил никто. Ни Ющенко, конечно же, ни Кучма, никто. Ну что, продолжаем следить. Мне очень хотелось, чтобы он не вышел, конечно, во второй тур. Мне очень этого хотелось. Я прекрасно понимал, какое электоральное отделение будет у представителей Юго-Востока. Я прекрасно понимал, что многие люди застопорились в своем восприятии того же оппозиционного блока и все остальное. Но я очень хотел, а это же электорат не пересекающийся. Вы понимаете, Юля, Юго-Восток. И очень бы хотел, чтобы они пересеклись таки и соединились во втором туре. Чтобы увидели общего врага. Но об этом мы еще, конечно же, поговорим. Оставайтесь на связи. Я лично, наверное, сегодня не сплю или сплю очень поздно. Поэтому будем вместе. Может быть, включим стрим, чтобы вместе это обсуждать. Какие-то там обсуждать вопросы, что там будет дальше и так далее. В общем, в любом случае... Как там говорили? Быстрая победа Порошенко в первом туре. Нет. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!